Настоящий скрипач-виртуоз должен в своей жизни обязательно сделать три вещи. Я знаю. Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Нет-нет-нет-нет-нет. Вырастить дерево, сделать из него потом скрипку и научиться играть на одной струне, как когда-то в Пагане. На сцене скрипач-виртуоз из Львова Александр Божик. Моя профессия – настройщик музыкальных инструментов. Каждый день прихожу на эту работу как на свой праздник, можно сказать. У меня есть возможность заниматься, играть даже на таких чудесных инструментах, что-то выдумывать свое. Я рад, что у меня есть такая большая возможность. Это, можно сказать, мечта – выступить в программе «Минута славы». Саша очень талантливый человек и невероятно позитивный. И то, что он покажет в своем номере на «Минуте славы» действительно уникально. Я приготовил очень необычный и очень интересный номер, который еще, даже, можно сказать, в мире никто не делал. Никогда. Талантов сегодня будет много. И спрос с них будет большой. Один из них – это самородок из Львова, который собирается играть одновременно на двух скрипках двумя смычками. Заявка сделана. Но будет ли она воплощена в жизнь? Давайте наберемся терпения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну, вы знаете, честно говоря, вопросов нет. Есть одни восторги, восхищения, потому что, кроме того, что это, в общем, искусство, это труд невероятный. Сколько вы репетируете? Скажите, пожалуйста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все свободное время, что у меня есть. У вас его много? К сожалению, немного. Где-то часов 6-8 в день. О! Так, слушайте, вы... Вы неплохо устроились, хочу вам сказать. Прекрасный человек с прекрасной жизнью. Александр Яковлевич, вам, как мэтру эстрады и врачу с приставкой экс, ну, просто по, так сказать, профессии первой, хочется задать вопрос. Каков диагноз? Абсолютно здоров. О, это уже хорошо. Что мы будем с ним делать дальше? Дадим зеленый свет или нет? Дадим однозначно, потому что, ну, во-первых, он очень приличный скрипач, да? Я не очень... Я не очень понимаю, когда издеваются над инструментами, в принципе, но в данном случае он просто экспериментатор. Он приличный, очень приличный скрипач, и это слышно. Первая скрипка, кстати, звучит лучше, чем вторая, чисто по тембру. Это, наверное, его основной инструмент. Страдивари недавно украли, вот я слышал. Какие у вас скрипки, откуда? Не скажу. Не скажу. Ага, не скажет. Александр Яковлевич, а вы же умеете играть на струнных инструментах, а на скрипке, соответственно, вы тоже умеете играть? Нет, я начинал учиться музыке на скрипке, но сейчас не представляю, как это делается. Без ладов. Поэтому, как эксперимент, это интересно, наверное, две скрипки, три скрипки. Хотя, я думаю, лучших очень хорошо сыграть на одной, чем не очень на четырех, мне так кажется. Спасибо большое. Александр Васильевич. Ну, я так вообще ни к струнным, ни к каким другим инструментам не имею никакого отношения. Но, как простой зритель, который иногда слышит, иногда даже слушает, как люди играют на скрипке, мне понравилось сначала, честно говоря. И я даже не ждал, что появится вторая скрипка, а потом мне наобещают еще четыре. Меня, честно говоря, устроила и одна. В принципе, честь вам и хвала. Но, это минута славы, здесь надо удивлять. У вас это получилось? Я тоже говорю, да. Спасибо вам. Спасибо огромное. Машенька. Смотри, там мелодия была потеряна во второй части. Там просто уже шел азарт. Ну, просто звук по... Ну, как если бы я взяла эту скрипку в руки, я бы пилила. Так, может быть, Мария, может быть, вы возьмете и попилиете? Нет, секундочку, все, я не к этому. Я понимаю, что смысл номера в том, чтобы поддерживать эту мелодию и надвуху и там... Я понимаю, да. Да, я согласен с вами. Но первая мелодия хорошая была первая? Первая, да. А вот все сказали, что первая прекрасная. Это моя собственная. Я также пишу музыку. Ах, вот оно в чем дело-то. Понимаешь, Александр примкнул к классикам. Это приятно. Это как-то меняет сейчас дело, мне кажется. Не меняет это дело, потому что многие пишут композиции и для струнных в том числе. А вот сыграть на двух и чтобы поддержать вот эту мелодию не случилось. И поэтому, так сказать, вот для меня номер, вот, он меня не сразил, не поразил. Потому что, ну вот, потому что вот так вот. Ай-яй-яй. Кроме того, что сегодня в золотой комнате хозяйничает мужчина Алексей Ягудин, там есть не менее известные, можно даже сказать, особенные, уникальные гости. Между прочим, этот музыкант вошел в книгу рекордов Гиннесса. И встречайте Виктор Зинчук. Юлия, Александр, спасибо, что так меня очень представили уважительно. На самом деле, да, действительно, Виктор Зинчук находится рядом со мной. И хочу вам задать такой вопрос. Вот Александр играл на двух скрипах. И Мария Шукшина сказала, что вот была потеряна мелодия. Ваше мнение? Ну, знаете, на двух скрипках играть сложнее. Мне очень хочется поддержать сейчас Александра. Александра, может, мы сейчас что-нибудь вместе изобретем, и он докажет, что он достоин. На самом деле, я абсолютно поддерживаю Александра в его исполнении, потому что я всю жизнь катаюсь на двух лезвиях, на двух коньках. Так что, Виктор, я считаю, что вам нужно пойти и поддержать нашего участника. Удачи вам! Виктор, вот сразу видно, что вы человек творческий. Вы посмотрите, как проинтуичил. Вот практически в одной цветовой гамме. Юля, Олександр и Виктор. Я вот немного ошибся. Цветочек, цветочек есть такой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ